Рабочие моменты следствия по делу об убийстве Павла Шеремета не должны стать предметом публичного обсуждения. Эти слова глава МВД Украины Арсен Авакова приводит сегодня в его ведомстве. Из шести первоначальных версий основную называют профессиональную деятельность журналиста. При этом Киев подключил к расследованию американских экспертов и продолжает искать случившимся, как там говорят, руку Москвы. Алена Германова продолжит тему. Взрыв был из-под машины, детали аж полетели. Человек стонал, еще был и вжив. Утро среды. В центре Киева. Красная Субару от взрыва буквально разлетается на куске водителя, едва успевает оттащить от машины, как она загорается. Пострадавший скончался через несколько минут в машине скорой помощи. Травматический шок и большая кровопотеря. Шансов выжить у Павла Шеремета не было. Срочное сообщение. В среду утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Редакция Радио Вести выясняет подробности трагедии и подробности в ближайших выпусках новостей. Ведущие Радио Вести в шоке. Новость слушателям сообщается слезами в голосе. Этот эфир вместе с ними должен был вести Павел. Он никогда не опаздывал. Но в тот день передачу пришлось начать без него. Он всегда приходил каждый день где-то без 20-10-8. И мы начали звонить, то есть где Павел. И телефон не работал. Что происходило утром в среду? Следователем остановили поминутно. Без 28 Павел Шеремет вышел из дома, сел в машину и поехал по улице Ивана Франко на работу. Двигался быстро. Очевидцы говорят спешил. Через 400 метров он остановился за пешеходным переходом, чтобы пропустить поворачивавший налево автомобиль. В этот момент прогремел взрыв. Пересечение улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Вокруг магазины, кафе, сразу три посольства иностранных государств. Много машин, много людей. По версии следствия, чтобы привести взрывное устройство в действие, убийца должен был находиться отсюда на расстоянии не больше 150 метров. Чтобы опросить и проверить всех, кто находился здесь в тот день, требовалось время. И убийца этим воспользовался, чтобы скрыться. В видеозапись самого взрыва эксперты пока комментируют осторожно, но необычные детали уже обсуждают в интернете. Обратите внимание на этого мужчину. Он идет медленно, так как будто вышел на прогулку, а рядом с пешеходным переходом останавливается. Именно в этот момент мимо проезжает машина Шеремета. Мощный взрыв. Люди разбегаются, но мужчина даже не сразу обернулся. Был ли это тот самый подрывник или просто прохожий, который от шока не сориентировался, полиция не сообщает. Весь этот массив видеоинформации обрабатывается. Также обрабатывается вся масса звонков, которая происходила в тот момент и после него. Допрашиваются все люди, которые находились в радиусе нескольких метров. Ведутся разговоры и допросы. Уже несколько сотен человек дали свои показания. Известно, что убийца был не один. В ночь накануне взрыва в поле зрения камер видеонаблюдения попал этот мужчина. Шатаясь, как будто сильно пьян, он идет к автомобилю Шеремета, припаркованному на улице Ивана Франко. Возле машины он останавливается и что-то делает. Спустя два часа в кадре появляется женщина. В руках сумка, в которой, как предполагают следователи, лежит взрывчатка. Сначала пара ведет себя так, словно они не знакомы. Мужчина и женщина идут на расстоянии несколько метров друг от друга. Но следующая камера показывает их уже вместе. Они что-то обсуждают и расходятся. Мужчина издалека наблюдает за тем, как женщина предположительно закладывает взрывное устройство. То, что произошло с Павлом, это хорошо организованное, очень дорогое мероприятие, где и лица, осуществляющие это преступление, стоят очень дорого. Сначала казалось, при таком мощном взрыве, около 600 граммов, в тротиловом эквиваленте, прохожие не пострадали. Лишь чудом. Но потом стало ясно, в этом убийстве случайностей не было. Бомбу расположили так, чтобы удар взрывной волны пришелся только на водителя, а пассажиры не погибли бы. Точность взрыва рассчитали до мелочей. Соседи вспоминают вечером накануне убийства. Свою машину журналист оставил не там, где обычно. Возможно, его место. То ли случайно, то ли специально. Кто-то занял. Машину он оставил вот здесь, как я говорил, под моим балконом. И потом я видел по видику, что машина стояла совершенно не в том месте. Мотив убийства до сих пор непонятен. Покушение на гражданскую супругу Шеремета Алену Притулу, это ей принадлежала машина, считают маловероятным. Все знали, что Павел каждое утро пользовался машиной, чтобы добраться до работы. О слежке за собой журналист говорил еще полгода назад. Убийство, связанное с профессиональной деятельностью, основная версия следствия, не исключает и убийство из мести, но верят в него все меньшее. Зато из уст украинских политиков все чаще звучат обвинения в адрес Москвы. Якобы с Шереметом расправились российские спецслужбы. Обсуждают, почему? Потому что есть попытка отвести внимание от самого Авакова и Министерства внутренних дел. Сказать, что вот есть русский след, вот этим занимайся. Для того, чтобы не говорили об Авакове, не говорили о промальной реформе УВД. Проблема с криминалитетом, с низкой раскрываемостью. В Украине, если хотят что-то не объяснить, то сразу говорят, рука Кремля. Если мы вспомним, это не первый же случай. Был до этого Олеса Бузина, кстати, год почти назад. То же дело не было раскрыто. Но в отличие от Олеса Бузины, Павел Шеремет не был оппозиционером на Украине. Помочь раскрыть убийство российского гражданина, президент Порошенко почему-то пригласил ФБР. Организацию, созданную, кстати, для решения задач внутри США и не имеющую никакой юрисдикции на Украине. Мы понимаем прекрасно, что ФБР, как и все спецслужбы Соединенных Штатов Америки, так или иначе находятся под неким политическим давлением, влиянием той политики, которую проводят Соединенные Штаты Америки. Поэтому всегда есть такая опасность, что ФБР будет так работать, чтобы и здесь извлечь какие-то дивиденды. Павел Шеремет начал свою карьеру еще в 90-х в Белоруссии. Работал там собственным корреспондентом ОРТ. В своих сюжетах часто критиковал местные власти, считался противником политики Лукашенко. В 97-м году, во время съемок репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, его задержали, а потом и осудили за незаконное пересечение госграницы и получение денег от иностранных спецслужб. Съемочная группа ОРТ, заблудившись, случайно натолкнулась на белорусско-литовской границе на контрольно-пропускной пункт с литовской стороны. Однако на нем не было ни одного солдата и никто не препятствовал переходу государственной границы. На защиту Шеремета тогда встали российские власти. Борис Ельцин из-за ареста журналиста не впустил в Россию Лукашенко. Его самолету не предоставили в воздушный коридор. В белорусском изоляторе Павел Шеремет просидел в общей сложности три месяца. После освобождения переехал в Москву. Работал специальным корреспондентом программ «Новости и время». Вел еженедельную итоговую программу Первого канала. Снимал документальные фильмы. При этом часто ездил на родину в Белоруссию в июле 2000-го. В Минске его должен был встречать оператор Дмитрий Завадский. Но прямо в аэропорту его похитили. Тело так и не нашли. Пять лет назад Павел Шеремет переехал на Украину. Был ведущим авторских программ на радио. Работал исполнительным директором крупного интернет-издания «Украинская правда». В последнее время много писал и говорил о коррупции во власти. Тут непонятные радостные мелодии. «У вас что-то случилось?» – спрашивает Андрей из Харькова. Андрей, у нас ничего не случилось. Просто если бы выехали на час раньше, вы бы послушали о грязных разборках внутри украинской политики. Да, и нам захотелось смыть себя всю эту грязь украинской политики и послушать новую украинскую музыку. В Киеве попрощаться с журналистом пришли сотни людей, в том числе президент Украины. Похоронили Павла Шереметов в эту субботу в Белоруссии, рядом с могилой Этсана, в северном кладбище Минска. Ему было всего 44. Алена Германова, Алексей Кручинин, Анна Токмаряна Соболева, Дарья Рыбакова. Первый канал. Киев. Минск.